Ненавижу, когда люди говорят подобные вещи. Почему я расскажу после видео. Однако, когда я слышу, как люди говорят подобные вещи, это говорит мне о том, что они наполнены собственной важностью. Вот видеоклип. Мне 45 лет. Безработный. Ни друзей, ни денег. И жить в доме на пособие. Толстый, без хобби. Что я должен делать? 1. Наслаждайтесь остальной частью своей жизни. Ты позволяешь этому пройти мимо тебя. Я ничем не могу тебе помочь. И это должно до чертиков напугать каждого из вас, молодые парни. Не заканчивайте так, как этот человек. Это на вас. Это твоя ошибка. Никто другой. Это его вина. Спрашиваешь меня об этом в 45 лет. Уже слишком поздно. Посмотрите на эту ситуацию. И сделай чертовски уверенным, что ты никогда не окажешься в таком положении. Я гуляю с собакой в лесу за домом. Я знаю, что мне нужно снять больше материала в качестве фоновых изображений, но в этом году я не смог этого сделать. Но я думаю, что это все же лучше, чем смотреть на говорящего какого-то 60-летнего мужчину. Мою собаку зовут Кинзи. Она дворняга. Я не знаю, с чем она смешана. Она очень ласковая и нежная собака. Она любит всех. И ей нравится со всеми дружить. Кошки, белки, еноты. Она даже пыталась подружиться со скунцем. То, что сказал этот человек, неверно. Вы не знаете историю человека. Не все рождаются в приличной семье. Люди, которым можно доверять. Мне почти 60 лет. Я жил по всей территории Соединенных Штатов. Я встретил много разных людей. Я слышал много историй, похожих на те две, которые я собираюсь вам рассказать. Когда я жил в Аризоне, я знал человека по имени Майк. Когда Майку было 28 лет, в середине зимы он проехал автостопом более тысячи миль в Аризону, чтобы найти настоящую работу. До этого времени Майк мог подрабатывать только на сезонную работу с частичной занятостью. Майк хотел какой-то жизни. Какое-то будущее. И он знал, что если он останется в Орегоне, то добиться этого ему не удастся. Майку потребовалось более двух лет, чтобы накопить тысячу долларов. И как только у него появились деньги, он начал свое путешествие. После того, как Майк приехал в Аризону и поселился в квартире, первой работой, которую он получил, стала работа в Макдональдсе. Он проработал на этой работе 6 месяцев, прежде чем получил работу получшего у Алмарт. После четырех лет работы у Алмарт ему предложили стать менеджером отдела. Но Майк отказался от повышения. Поскольку у Майка было только начальное образование, он боялся соглашаться на эту работу. Когда Майк учился в седьмом классе, отец посоветовал ему бросить школу. Он сказал Майку, что ему не нужна школа. Майк любил своего отца. Он смотрел на своего отца и восхищался им. Поэтому, естественно, Майк сделал то, что сказал ему отец. Спустя годы, уже будучи взрослым, Майк понял, что это была большая ошибка. Другой пример. Я знал девушку по имени Тера. В некоторых семьях дедушка становится врачом, затем врачом становится отец, а затем врачом становится сын. Так было в семье Теры. Вот только бабушка когда-то сидела в тюрьме. Ее мать сидела в тюрьме. Ее дядя находился в камере смертников. А ее брат сидел в тюрьме. Плюс ее двоюродная сестра попала в тюрьму. А когда Тера попала в тюрьму, она попросила камеру рядом с матерью. Как дети. Будучи детьми, мы доверяем взрослым и зависим от них, которые направляют нас и учат принимать правильные решения. Когда взрослые в нашей жизни придают это доверие, это может оказать пагубное влияние на всю вашу жизнь. У меня есть подруга, получившая степень доктора психологии. Она рассказала мне, что люди могут испытывать боль так долго, что это становится их естественным состоянием. И из-за этого они не понимают, что им больно. Поскольку они не понимают, что им больно, они не обращаются за помощью. Кроме того, то, что то, что вызвало боль, больше не присутствует в вашей жизни, не означает, что последствия исчезли. Или что это легко или просто вылечить или преодолеть. Иногда единственное, что вы можете сделать, это научиться жить с эмоциональной или психологической болью. Кроме того, по мере выздоровления может возникнуть новая боль. Такие как гнев, ярость, обида, разочарование, печаль и печаль. Особенно, если люди, причинившие боль, это люди, которым вы должны доверять. Такие как твоя мать, отец, брат, сестра. Ваша семья. Не забывайте, что эмоциональная или психологическая боль может проявляться по-разному. Такие как наркотическая и алкогольная зависимость, распущенность и саморазрушительное поведение. Возьмите меня, например. Моя боль проявилась в проблемах с речью. Для других это могут быть трудности с обучением или неспособность к обучению. Вот почему у некоторых людей, когда они становятся взрослыми, их неспособность к обучению, кажется, исчезает. По поводу человека на видео, который задал вопрос. Я понимаю его ситуацию. Я понимаю, через что он проходит. Я понимаю, что это могло произойти не по его вине. Я никогда не смотрю на людей свысока, потому что они бедны или находятся в плохой ситуации. Я не против сесть и послушать вашу историю. Я знаю, что если человек выслушает вашу историю и попытается ее понять, это может очень помочь. Хозяин или гость смотрел на него свысока. Он винил его в своей ситуации. Все это делало его боль еще сильнее. Мы, мужчины, должны слушать друг друга. Мы, мужчины, знаем, что женщины подвергают нас такому обращению. Что плохо, так это то, что мы, мужчины, также подвергаемся такому обращению со стороны других мужчин. Мужчины знают, каково это, когда на тебя давит весь мир, и тебе ни с кем об этом поговорить. Слушая многих людей в Соединенных Штатах, я обнаружил, что большинство из них не следует полностью винить в плохой ситуации, в которой они оказались. Где ваше сострадание и понимание? Мужчина на видео, возможно, не знает, как улучшить свою ситуацию. Никто не сможет сказать ему, как улучшить его положение. Однако если бы я собирался дать совет этому человеку, я бы посоветовал ему попытаться найти стабильный мирный дом. Дом, в котором вы знаете, что, войдя в дверь, вы сможете расслабиться. Дом с небольшим стрессом. Если ваш дом наполнен ненужными драмами и стрессами, то, если появится возможность, вы, возможно, не сможете ею воспользоваться в полной мере. Это потому, что ваша энергия будет в основном сосредоточена на драме дома. Я знаю, что следующая часть сложна, и большую часть времени вы, возможно, не сможете ее выполнить. Но постарайтесь сэкономить как можно больше денег. Чтобы, когда появится возможность, вы смогли ею воспользоваться. Однако я знаю одно, и если он сдаться, его положение никогда не улучшится. Возьмите меня, например. Я в похожей ситуации. А пять лет назад я не знал, чем буду заниматься. Однако, просмотрев множество разных типов видео на YouTube, я понял это. Никогда не знаешь, откуда придет вдохновение. Я создал два продукта. Так как Китай сейчас закрыт, и большая часть их производственных мощностей сейчас находится во Вьетнаме или Таиланде. Возможно, я смогу производить эту продукцию в этих странах. Поэтому я иду за границу, чтобы найти место, где я смогу позволить себе жить. Если я найду девушку, то отлично. Если я сделаю и продам эти продукты, будет еще лучше. Даже в старости я никогда не сдавался. И для многих людей жизнь не является прямой линией. Вещи не всегда происходят тогда, когда вы этого хотите. Или как и каким образом, по вашему мнению, это произойдет. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова